Флюра Палькина пришла в социальный фонд для того, чтобы оформить пенсию. Женщина была морально готова к предстоящим трудностям, ведь от подруг она уже слышала, насколько это долгий, трудоемкий процесс. Чтобы проконсультироваться со специалистом, надо было обращаться в ведомство. Иногда приходилось подолгу стоять в очереди. Но Флюру ждал приятный сюрприз. Ей предложили зарегистрироваться в системе личного кабинета и уже через него в удаленном режиме оформить пенсию. И все документы, отсканировав, которые у меня были на руках, документы, какие подавать, я посмотрела тоже на сайте соцфонда. Я их переслала через личный кабинет. Все вопросы, которые вдруг возникали, я могла тоже через личный кабинет спросить у сотрудников, и они мне оперативно отвечали, скажем так. То есть какие плюсы, получается, мне не надо никуда ходить, тратить свое время, свое время, время сотрудников. Я могу все посмотреть в своем личном кабинете. Какие я заявления подала, когда я подала, какие я документы получила, что с ними делается. То есть они в обработке или их еще не посмотрели. То есть всю информацию я могу получить там. Система личного кабинета была запущена 1 июля 2019 года. Сейчас в ней зарегистрировано 14 тысяч пользователей. Через личный кабинет можно не только оформить пенсию, кстати, этой услугой воспользовалось уже 50 человек, но и посмотреть, как осуществляется ее начисление. Здесь можно получить данные в электронном виде о состоянии его страхового счета, о состоянии его будущей пенсии, о состоянии накопительного компонента, сколько начислено, сколько инвестиционного дохода составляет. Благодаря личному кабинету можно без хлопот получить выписку из личного страхового счета, подать заявление на продление пенсии, на изменение места и способа ее выплаты. Любым другим вопросом обращаться в электронном виде в то же время и справка о заработной плате, справка о размере пенсии, любые другие справки, которые интересуют того или иного гражданина. Кроме этого, он может проверить правильность начисления заработной платы, правильность уплаты страхового взносов работодателям. Зарегистрироваться в системе личного кабинета можно двумя способами. Если у человека есть паспорт образца 2017 года, то сделать это можно удаленно. Второй путь – обратиться в ближайшее территориальное подразделение социального фонда. В этом случае осуществить регистрацию помогут сотрудники ведомства. Екатерина Таганбаева, Нуртан Карабеков, Пирамида.